Доброе утро! В Югре почти год при центрах занятости населения действует 18 женских клубов «Ты можешь всё». О деятельности клубов нам расскажет гость программы в студии, директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин. Роман Михайлович, доброе утро! Доброе утро! Роман Михайлович, расскажите, пожалуйста, подробнее о женских клубах, кто в них состоит и чем там занимается. Ну, знаете, вообще, ну, по самому названию, конечно, это женщины, как правило, это те, кто так или иначе контактировал с нашей службой занятости. Вот, и это, по большому счёту, это такая универсальная площадка для общения женщин. Мы проводим на этой площадке мастер-классы, тренинги, если нужно, оказываем необходимую психологическую поддержку, и вот уже практически год работаем в таком режиме. Ну, поскольку клубов 18, значит, есть заинтересованность, значит, эта тема актуальна и пользуется спросом, правильно? Да, безусловно, это так, да. Если кто-то из женщин ещё вдруг не в вашем клубе, каким образом они могут к вам попасть? Есть ли какие-то критерии отбора, по которым они не попадут на туньер? Да нет, на самом деле, ну, если, на самом деле, критерий никаких критериев, никаких нет, но если вот так условно, можно сказать, критерий только один, это вот, ну, собственно говоря, желание попробовать, понять, что это за клуб, принять участие в мероприятиях клуба. Скажите, есть ли какой-то результат от деятельности этих клубов? Да, мы вот специально попросил коллег, мы посчитали для передачи, чтобы можно было что-то, как говорится, ощутить на пальцах. Это у нас состоялось, в клубе приняли участие более 2000, в мероприятиях клуба более 2000 женщин, 1300 из них нашли доходное занятие, и вот 362 женщины открыли собственное дело. То есть это тот случай, когда хобби переросло в настоящее дело, да? Да, вот интересно, какие направления обычно женщины выбирают для того, чтобы открыть своё дело? Да, тоже здесь они такие во многом, знаете, как уже определены, и женщины с целью приходят, если пользуются нашими субсидиями, в том числе на открытии собственного дела. Это, в первую очередь, всё, что связано с индустрией красоты, волосы, ногти, брови, вот, и далее... Индустрия красоты. Да, и вот всё, что связано с спортивным, здоровым образом жизни, это фитнес-центры, это массаж, это вот нутрициологи, которые занимаются правильным питанием и так далее. Ну и, конечно, это общественное питание и бытовые услуги. А кто занимается вот в этих клубах женщинами? Наставники какие-то, менторы, преподаватели? Или они приходят и сами себе предоставлены? Нет, конечно, ну, во-первых, мы проводим целенаправленные мероприятия, то есть целевые, скажем так, и очень часто участниками клуба становятся успешные предприниматели. Те, кто уже, условно, готовы вдохновить, подарить надежду на то, что у всех вот получится, вот он реальный человек, который взял и попробовал открыть, например, собственное дело. Также мы приглашаем экспертов, это работники фонда «Мой бизнес», которые тоже рассказывают о поддержке малого предпринимательства. Ну, как я сказал, могут работать и штатные психологи, проводить тренинги в том числе, ну и любые другие истории там по саморазвитию, всё что угодно. Роман Михайлович, а можете привести примеры успешного бизнеса? Все ли проекты вообще успешные? Конечно. Вы знаете, я вообще вот так к этому делу отношусь, что важно, что человек взял и попробовал. Вот можно себе долго говорить, а вот каким бы я был там предпринимателем, или каким бы я был классным, там, не знаю, руководителем, или кем-то ещё, ты, говорится, возьми и попробуй. Поэтому у меня вот такие женщины, они только уважение вызывают. Ну, из последних примеров, это девушка, которая, молодая девушка, она большую часть жизни, скажем так, не работала, вела домашнее, не работала неправильно говорить, вела домашнее хозяйство, скажем так. И всё время у неё была мечта открыть собственное кафе. Ну вот ходила к нам в клубы, посмотрела на людей, у которых это получилось сделать, тоже вдохновилась, и теперь у неё в Нягоне есть маленькое кафе. Как здорово! А есть какая-то, скажем так, статистика по возрасту всё-таки, как бы, там, больше молодые, совсем там, юные девушки, да, или женщины уже, которые в каком-то смысле состоялись, или, может быть, есть, наоборот, те категории женщин, которые попробовали уже всё, и теперь хочется что-то другое? Ну, вы знаете, вот мы, честно говоря, такую статистику, наверное, не вели, хотя мы тоже можем в этом отношении посмотреть, как располагаться. Но я могу точно сказать, что вот достаточно участников разных возрастов, начиная, вот как я вам привёл пример про Нягонь, да, то есть это молодые, которые активные и хотят признания успеха, помимо того, что, да, просто быть там хорошей мамой и домохозяйкой. И у нас достаточно много женщин, которые уже пенсионерки, да, пенсионного возраста, но это тот возраст, да, когда они могут себе позволить жить так, как бы они хотели. Тоже возможность попробовать. Скажите, как найти информацию и где о женских клубах, и как в них можно попасть? На самом деле, это самое, наверное, простое, что можно сделать, это у нас у каждого женского клуба есть своя страничка в соцсетях, можно обратиться на сайт департамента труда и занятости населения Югры, там тоже есть вся информация. Ну, или самое такое уже привычное, да, и простое, можно просто прийти в центр занятости. И вам всё расскажут и покажут. Роман Михайлович, у вас наверняка есть что сказать в преддверии праздника не только участницам клуба, но и всем женщинам, которых вы знаете. Да, я, конечно, с удовольствием хочу поздравить наших женщин с наступающим праздником 8 марта. Женщины, уважаемые, вы дорогие, вы для нас те, кто нас, мужчин, двигает на самые безрассудные поступки, наверное, ну и, конечно же, на подвиги. И поэтому в преддверии весны, да, вот, в начало весны, хотелось бы вам пожелать вдохновения, окрыления и сказать, что мы вас очень любим. Будьте здоровы, любимы, счастливы и мир вашему дому. Спасибо большое вам, Михайлович, были рады вас видеть. Приходите, рассказывайте о интересных движениях. Так, хорошего дня вам. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Друзья, с гостем прощаемся, вам говорим, вернёмся буквально.